приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира и добра вам сегодня мы начинаем агрогороскопы на июль месяц 2022 года так время летит и сегодня у нас 21 июня день летнего солнцестояния как и обещала в этот день начинаем наши агрогороскопы на следующий месяц время киевское итак рассмотрим с чего же начинается месяц а начинаются в знаке стихии огня 1 июля во льве ну и это будет еще утром время гекаты потому что у нас было новолуние 29 июня в 5.53 до 5 часов 53 минут будет еще это время черной луны ну а затем чистая энергия и это чистая энергия начинается у нас 6 часов утра и можно уже весь световой день высаживать вот что можно посеять или посадить лук на зелень лев покровительствует луку на зелень мы можем посадить также и чеснок если есть уже созревший а также сеется в это время сидераты зерновые сидераты очень любит лев а также газонную траву и это мы будем делать 2 июля и 3 июля до периода 13 часов ну желательно до 12 это все сделать потому что луна без курса начинается с 13 часов и до 15.31 а в 15.32 уже луна будет находиться в знаке дева напоминает растущая луна луна только родившаяся и так с 15.32 а лучше дать время еще хотя бы полчаса для того чтобы энергии девы уже полностью установились и работали для тех культур которым покровительствует дева прекрасная дева покровительствует цветам можно сеять семена цветов можно сеять семена газонной травы с овощных культур укроп и огурцы укроп получается замечательный несколько лет подряд испытывала в это время можно высаживать вьющиеся декоративные растения с закрытой корневой системы что такое закиес закрытая корневая система это контейнеры горшки и в это время можно закрытой корневой системой высаживать вот эти растения и это можно будет делать 4 5 ну а затем уже у нас вечером 21.05 начинается луна без курса естественно в этот период мы ничего уже не сеем а нужно все эти работы завершить 5 июля до часов в 20 для того чтобы энергии снова же были хорошие как раз позитивные и поэтому мы завершаем до 20 часов все работы хотя уже чем дальше от дня летнего солнцестояния все короче дни так что в цветовой день завершаем все работы далее 6 7 и 8 будут у нас уже работать энергии луны в знаке весы но сразу же скажу 7 июля у нас выпадает луна будет переходить с первой во второй фазы а фаза переход фазы и это очень сложное время смотрите переход будет в 5 часов 15 минут а значит это плюс минус 12 часов стрессовой ситуации ничего не сеем не высаживаем у нас остается 6 июля в весах это будет время для посева зерновых седератов повторно можно посеять семена сахарной кукурузы у которой срок вегетации от 60 до 70 дней у нас такой опыт есть и очень хорошо получается кукуруза к осени и еще что мы можем сделать а практически 8 здесь уже ничего не сделаем потому что луна без курса 8 4 часов 16 минут и до 8 часов 15 минут а затем переход луна перейдет в знак скорпион и уже 8 после 9 часов утра можно в скорпионе сеять семена зеленых культур седератов зеленые культуры в скорпионе получается очень сочные и красивые поэтому петрушку укроп ну и другое что вы из зеленых культур витаминных сети высеваете 8 после смотрите почти весь день после 9 часов до конца суток но и на этом не завершится это время потому что смотрите скорпион у нас будет и 9 июля кстати и еще здесь такой совет если вы хотите пекинскую капусту получить сентябрь октябрь то уже можно посеять семена пекинской кстати цветной капусты тоже есть ранние сорта срок вегетации где-то за 60 дней 60-70 дней можно уже посеять на рассаду и тоже хороший урожай получить она даже лучше получается чем летом поэтому 9 высевайте семена капусты пекинской цветной на рассаду далее 10 будет такой сложный день здесь переход луны из знака скорпион стрелец луна без курса будет 7 часов утра 35 минут до 11 часов 34 минут затем стрелец начинает трудиться луна в стрельце что дает нам возможность вот 10 после 12 часов 11 желательно до 21 часа только посев зерновых сидератов это стрелец корневой системы он не формирует очень быстрый если что можно какую-то зелень но зато эта зелень будет очень краткосрочная я тоже петрушку пробовала сеять увы она очень быстро отошла и кстати укроп то же самое поэтому сеем все зеленые культуры мы уже говорили часть в скорпионе и дальше тоже будем рассматривать эти вопросы но вот вечером уже 11 июля начинается время сожженного пути полнолуния с 21 часа 39 минут и будет продолжаться этот период сложный период полнолуния 12 13 14 и 15 до 21 часа 39 минут за это время луна пройдет в знаке козерог и водолей часть и уже 16 луна выйдет из она уже с 15 вечером выйдет но и 16 начинается с того что водолей еще будет утром до 7 часов а затем с 7 часов 39 30 здесь у нас 39 минут до 11 часов 18 минут здесь будет луна без курса естественно утром ничего не сеем и водолей не посевной да испытывать уже новые сорта в это время в июле середина месяца уже нечего единственное что можно испытывать какие-то корнеплодные овощные растения но уже это середина золотая середина лета лучше это все сделать какие-то важные вещи сейчас мы рассмотрим 16 после 12 часов когда луна будет в знаке рыбы и это сразу же после сожженного пути полнолуния замечательное время начала третьей фазы можно сеять снова же семена цветной пекинской капусты вот сроком таким 60-70 дней вот эти семена капусты на рассаду а также очень хорошо сеять семена сидя рады и зеленых культур вот здесь петрушка и укроп получится замечательными причем это можно делать будет 16 до конца суток 17 еще у нас есть время для этих важных посевных работ ну и 18 еще рано утром до 9 часов потому что с 9 часов 45 минут до 14 18 луна будет без курса а это опасное время для посева и в этом уже убедились очень многие огородники которые на нашем канале уже несколько лет и знают испытывают тоже вот этот период ну а мы уже обожглись не один раз испытывая тоже свои посевы и так идем дальше 18 начиная с 14 часов 19 минут луна будет в знаке овен что в овне можно делать но овен любит тоже как и лев лук ну можно посеять посадить сейчас уже ранние луки луки все уже можно собрать и можно еще часть лука посадить для того чтобы получить зелень и вот этот зеленый лук использовать для салата очень хорошая вещь мы это используем но и в овне вот 18 после 15 часов 19 все сутки можно сеять зерновые сидераты прекрасно получается 20 июля овен но здесь день отдыха это переход луны из 3 в 4 фазу и только вечером луна зайдет уже в знак телец 21 24 но это уже слишком поздно у нас есть два прекрасных дня наконец-то телец наконец-то энергии его чистые продуктивные целых два дня и здесь смотрите 21 22 июля можно сеять любые семена корнеплодных овощей а также повторно мы уже пробовали несколько лет назад повторная посадка ранних сортов картофеля это повторная посадка и очень хорошо получается поэтому можно использовать этот день а также можно еще и посеять если у вас север то уже можно начинать даже сеять семена черной редьки дайкон но все зависит от региона на юге это еще рано можно конечно попробовать части а потом позже уже в августе повторно сделать снова все зависит от региона и так мы с тельцом разобрались прекрасный месяц но все для корнеплодных энергии уже видите 4 фазы дальше идем 23 24 25 вот смотрите как 25 переход аж здесь несколько переход да здесь и луна без курса в 1117 начинается то есть 25 мы практически ничего не делаем а вот 23 начиная с 9 часов утра потому что луна уже зайдет в знак близнецы с 8 и 12 и вот здесь можно заняться 23 после 9 24 все 24 часа вот что делаю я я если созрели цветы какие-то уже с семенами просто срезаю и сразу же их высеваю где-то на грядку и они себе там находятся казалось бы это четвертая фаза но вот они все равно могут высеяться и сами я таким образом они себе высеваю они себя находятся до момента когда то ли дождь пойдет или полив будет вовремя благоприятный и вот сразу после посева сбора я вот делаю этот посев можно тоже использовать этот опыт но практически близнецы при убывающей луне это как раз знак больше выходной и не поливать но здесь работы заготовительные сбор семян но это у нас будут отдельные агрогороскопы садоводов цветовода и так далее идем дальше мы почти уже завершаем рассмотрение июля какой он прекрасный труженик июль 26 будут в знаке рак находиться луна она сюда зайдет вечером 25 2055 но и время ее будет вот световой день используйте в раке можно снова же что можно здесь практически особо ничего не сеем только корнеплодные но они уже не будут храниться не успеет созреть поэтому здесь у меня пропуск зеленые культуры можете посеять но снова же это глубокая уже четвертая фаза перед новолунием поэтому особых работ здесь не будет 26 27 28 29 и 30 до 20 часов 55 минут это время гекаты время новолуния которое произойдет 28 июля в 2055 вот такой вот период снова же выбывает из работы посевной и посадочной ну а завершается месяц все таки хорошим периодом хоть что-то можно будет делать что можно делать уже растущая луна вечером конечно уже темно 30 в 21 12 переход луны в знак девы зато 31 можно вот эти семена которые вы срезали или собрали уже заранее двулетники многолетники прекрасное время можно снова же рассыпать эти семена и не ожидать какого-то периода они сами себе будут сходить и у вас даже к осени уже появится своя рассада ну и прекрасно получается в деве укроп мы это проверили и подтверждаем остается сделать только скрин ну а мы авторы канала раиса горяченко и александр волик желаем вам здравия здравия вашим родным и близким хорошего вам урожая и прекрасного золотого месяца июль который как раз в центре прекрасного лета и дарит нам прекрасный урожай и дарит возможность еще что-то досеять и получить дополнительно урожай осенью мы прощаемся с всего-навсего до следующего видео пока пока